Итак, я приветствую вас на курсе погружения в Телеграм. Здесь вы научитесь привлекать аудиторию из Телеграма или и в Телеграм для своего дела, или получите все необходимые знания для того, чтобы освоить востребованную профессию таргетолога. А кто такой таргетолог и чем он занимается? Таргетолог на самом деле это маркетолог, просто он имеет узкую специализацию на рекламе в социальных сетях и мессенджерах. Теперь внимание, а зачем бизнесу маркетинг? Дело в том, что главная задача любого коммерческого предприятия – получение прибыли. Откуда берется прибыль? От продажи товаров или услуг. А маркетинг – это как раз-таки мост между продуктом бизнеса и потребителем. У покупателя есть какие-то потребности и проблемы, у продукта их решение. Задача маркетинга – познакомить покупателя с продуктом, показать, как продукт закрывает потребности покупателя или даже сформировать эту потребность. Например, сегодня я захожу в Телеграм-канал бренда Эконика для того, чтобы присмотреть себе обувь из новой коллекции. А внизу меня встречает рекламное сообщение – посмотри 10 стильных образов со шляпами на предстоящее лето. И у меня не было потребности в покупке шляпы, но мне стало интересно, как можно интегрировать шляпу в свой кардероб. Я перехожу по ссылке на канал неизвестного пока мне бренда, изучаю контент и подписываюсь. Это начало формирования потребностей. И хотя таргетолог – это узкая специализация из всего маркетинга именно на рекламе, именно этот специалист приводит бизнесу целевую аудиторию. От английского слова «target» – цель и пошло название профессии. То есть аудиторию, которая является потенциальными покупателями товаров или услуг. Кстати, второе название профессии таргетолог – это трафик-менеджер или менеджер по трафику. А что такое трафик? Трафик – это поток посетителей, который мы будем направлять на посадочную площадку из рекламного объявления. Этот термин заимствован из дорожного движения. Представьте шоссе или городскую дорогу в час пик, по которой движутся плотным потоком автомобилей. То же самое у нас происходит в социальных сетях или в телеграм-каналах. Огромное количество аудитории притекает для того, чтобы почитать новостной, информационный, юмористический и так далее контент. И мы с вами этой аудиторией можем показывать рекламу и направлять их на свои ресурсы. То есть, если мы с вами вернемся к аналогии с транспортом и представим, что на пути потока автомобилей мы повесили замечательный рекламный щит, вкусный домашний борщ здесь и нарисовали стрелку вправо, часть аудитории, которая проголодалась, может заинтересоваться нашей рекламой и свернуть в сторону нашего кафе. Так вот, на языке таргетологов лить трафик означает направлять людей на посадочную страницу. А что же в нашем случае будет означать вот это кафе, куда у нас аудитория попадет? Это и есть посадочная страница, место, куда попадает пользователь после клика по рекламе. То есть, мы с вами можем показать рекламу в телеграм, а привести аудиторию не только в свой телеграм-канал, но и на любой внешний ресурс. Например, на свой сайт, на страницу чат-бота, на карточки маркетплейсов, вайлдберис, озон и так далее. Почему вообще стоит показывать рекламу в телеграм? Давайте посмотрим на статистику. За последний год аудитория выросла более чем на 9 миллионов и составила более 85 миллионов человек. 47% россиян заходят в телеграм ежедневно. Около 70% пользователей регулярно читают телеграм-каналы. Каждый четвертый подписан более чем на 50 каналов. То есть, телеграм стал не просто мессенджером, сервисом по обмену сообщениями, а многофункциональной платформой с высокой вовлеченностью аудитории. А где есть аудитория, там есть и возможность привлечь внимание к товару или услуге. И вот как раз-таки привлечение внимания – это первый шаг на пути от знакомства с нашим продуктом к покупке. Кстати, путь клиента от знакомства до покупки в маркетинге называется воронка продаж. В общем, воронка продаж может выглядеть следующим образом. Мы с вами привлекаем аудиторию, attention, привлекаем внимание. Дальше вызываем интерес, побуждаем желание и получаем какое-то действие от аудитории. И, соответственно, сюда мы аудиторию привлекаем и на выходе получаем покупки или продажу своих услуг. Внимание и интерес в рамках воронки, то есть пути клиента – эта часть лежит на стороне рекламы. Желание и действие на стороне посадочной страницы. Контента, продукта, умение показать, как продукт закрывает потребности или создает потребность у аудитории. Как может выглядеть воронка продаж, то есть путь клиента из телеграм-канала? Первое – это показать рекламу. То есть пользователь видит рекламу. Дальше часть аудитории примет решение о том, чтобы кликнуть по рекламе и просмотреть контент нашего канала. Еще меньшая часть у нас с вами подпишется на канал, ставит заявку и сделает покупку. Почему в маркетинге путь клиента представляется в виде модели воронка продаж? Потому что, конечно, на каждой ступени у нас аудитория отсеивается. Не бывает такой сферической лошади в вакууме, когда мы 10 раз рекламу показали. Соответственно, все 10 человек приняли решение кликнуть по нашему рекламному объявлению. Все 10 подписались. Все 10 оставили нам заявку и купили. Так вот, воронка продаж не просто шаги на пути клиента, а это еще инструмент, который помогает оцифровать каждый шаг. И на то, дойдет ли аудитория до покупки, на каждом шаге воронки будут влиять свои факторы. Например, нам нужны подписчики в телеграм-канал. Как будет выглядеть эта простейшая воронка? Увидел объявление, то есть покупка какого-то количества показов нашего рекламного объявления. Дальше. Переход. Это коэффициент кликабельности сетя. Мы дальше с вами детальнейшим образом о нем поговорим. И просмотр контента внутри канала. То есть какое количество аудитории кликнет по рекламе и посмотрит, чем наполнен наш канал. И дальше это конверсия в подписку. То есть сколько у нас останется подписчиков. В данном случае целевое действие воронки – получение подписки. И даже в такой простой воронке половина успеха будет лежать на стороне посадочной, телеграм-канала. А первая часть на стороне понимания целевой аудитории, ее потребности, умения находить эту аудиторию, текста рекламного объявления. И стоимость и количество привлеченной аудитории в данном случае будут зависеть от того, целевой ли аудиторию мы показали рекламу. Почем мы купили показы. Потому что на 1000 рублей можно купить 1000 показов. Можно купить 3000 показов. И не всегда покупка 3000 показов будет более выгодной. Дальше. Какой процент из увидевших рекламу перейдет по нашему объявлению? Это тоже будет влиять на стоимость подписчика и на количество привлеченной аудитории. Какая будет конверсия у посадочной страницы? То есть какой процент аудитории из тех, кто в канал пришел посмотреть на его контент, подпишется на него? Наша задача научиться понимать, какие факторы влияют на показатели перехода от одного шага к другому, как мы их будем улучшать. И чтобы получить максимальную отдачу от каждого вложенного рубля в рекламу, нам нужно будет сделать подготовительную работу. Даже в такой простой ситуации, когда мы просто хотим привлечь подписчиков в телеграм-канал. Теперь мы с вами пройдемся по пошаговому плану работы, который нужно сделать до того, как запустить рекламу. И этот же пошаговый план покажет нам, что должен уметь делать таргетолог. Или если вы как предприниматель выполняете функцию таргетолога, то есть сами занимаетесь привлечением аудитории на свои ресурсы, должны будете уметь делать вы. Итак, что мы делаем? Изучаем рекламируемый продукт. Дальше. Очень важный этап в работе. Определяем и описываем целевую аудиторию. Кто покупает? Почему? Когда? Где находить? Чем привлекать внимание? Изучаем конкурентов. Не секрет, что не одни мы стремимся показать свои рекламные объявления целевой аудитории. И нам нужно понимать, в каком конкурентном поле мы играем. Почему пользователь будет отдавать предпочтение нашему рекламному объявлению для клика и нашему телеграм-каналу для подписки. Хотя бы вот в этой примитивной части воронки. Дальше. Мы с вами будем определять воронку продаж для продвигаемой ниши. Потому что для разных ниш используются совершенно разные воронки. И принципиально важно не перескакивать и не показывать рекламные сообщения аудитории, которые еще не готовы делать покупку. То есть для каждой ниши мы с вами будем понимать, по какому пути мы поведем аудиторию, чтобы она с большей вероятностью купила. После этого мы с вами составим план запуска рекламы, исходя из задач проекта. То есть сначала нам нужно понять, какие целевые действия нужны. Подписки, заявки, регистрации на вебинар, покупки на сайте и так далее. Дальше. Исходя из нужного количества задач. Например, нам нужно получить 100 подписчиков за неделю или 2000 подписчиков за неделю. Это совершенно разные задачи. Мы через прием декомпозиции определим бюджет, который нам потребуется для получения нужного результата. Мы обязательно будем знакомиться с метриками, которые характерны для той или иной ниши. Для того, чтобы мы могли с вами корректно составлять прогнозы. Потому что я вчера познакомилась с анкетой, которую заполняли предприниматели по ожиданиям от рекламы. И встретила такую информацию, что я хочу получать 10 подписчиков и 10 продаж. И в этот момент я понимаю, что человек очень далек от маркетинга. Чтобы у нас не было вот таких вот идеалистических ожиданий, мы с вами должны видеть, а что вообще происходит в той или иной нише. Какие воронки, какие показатели существуют на рынке. Дальше. Мы с вами будем определять аудитории, которые будем задействовать в рекламе. Потому что если бюджет небольшой и наша задача привлечь по минимальной цене подписчика, мы можем пройтись только по аудитории прямых конкурентов. Там будут лучшие результаты. А если стоит задача на масштабирование, мы пойдем в более широкие аудитории, в смежные и так далее. И там уже ожидания нужно будет выстраивать по-другому. Дальше. Мы с вами говорили о том, что половина успеха лежит как минимум половина на стороне посадочной страницы. Поэтому для того, чтобы получать максимальный эффект, повторюсь, от каждого вложенного рубля в рекламу, мы должны будем с вами провести аудит и подготовить посадочную площадку перед запуском рекламы. Дальше мы с вами подготовим рекламные объявления под разные сегменты целевой аудитории и разные стадии воронки. Почему? Потому что одну аудиторию мы можем ввести напрямую на сайт за покупкой. Другую аудиторию, холодную, нам будет ввести... Нам не будет смысла ввести напрямую на покупку, потому что этой аудитории нужно еще получить определенный массив информации для того, чтобы решиться на покупку. И, например, в нишу онлайн образования мы с вами не можем холодную аудиторию, которая ничего не знает ни о продукте, ни о спикере, заводить сразу на сайт с прямой продажей курса. Их мы будем заводить, например, на подписку в телеграм-канал. Это один из вариантов. И рекламные объявления будут продавать сам факт необходимости подписаться на этот телеграм-канал. А уже, например, другая рекламная кампания, которая будет нацелена на своих подписчиков, Их мы можем направлять на сайт курса, если они, например, давно не заходили на наш канал, а у нас происходят какие-то активности, которые уже будут иметь шанс, что называется. У нас будет такая акция, которую мы можем показать на тех людей, которые с нами знакомы. После того, как мы с вами сделаем эту подготовительную работу, и как раз таки это все то, что должен уметь делать таргетолог, и следующие этапы тоже мы уже запустим рекламные кампании, проанализируем рекламу, оптимизируем, масштабируем. Но, конечно, обо всем по порядку. Сейчас давайте еще проговорим, а кому нужны таргетологи. Фактически всем тем, кому нужна реклама. А кому нужна реклама? Тем, кто пришел в телеграм, чтобы продвигать здесь свой бизнес. Это самые частые ниши, которые используют рекламу в телеграм. Интернет, магазины, товарки, то есть вся электронная коммерция со своим сайтом, с карточками на маркетплейсах, то есть все эти магазины, которые продают товары. Дальше, все, что связано с нишей инфобизнеса или онлайн-образования. Курсы, тренинги, вебинары, наставничество. Дальше, очень активно используют рекламу в телеграм, недвижимость. Эксперты, которые зарабатывают на продаже своих услуг. Психологи, коучи, нутрициологи, фотографы, стилисты, дизайнеры и так далее. Понятно, что здесь не все ниши. Оффлайн-бизнес. У нас с вами постоянно происходит снижение порога входа. И вы будете видеть кейсы в модулях внутри курса, например, по салону красоты с достаточно хорошими результатами именно при, соответственно, посадке аудитории на телеграм-канал. То есть с снижением порога входа к нам будут заходить и заходят уже более мелкие типы бизнеса. Салоны красоты, спортивные секции для взрослых детей, рестораны, кафе. Но их нельзя прям к мелким причислить. Но, тем не менее, они тоже попадают под те ниши, которые запускают рекламу в телеграм и развивают свои телеграм-каналы. Дальше блогеры, которые набирают аудиторию и монетизируют свои каналы за счет того, что они продают в них рекламу. Фрилансеры, агентства, которые ищут клиентов на услуги дизайна, копирайтинга, фулфилмента и так далее. Здесь большой перечень услуг. Что мы с вами должны понимать? Что любой бизнес не может долго жить и уж точно не может стабильно расти без привлечения целевой аудитории. И телеграм за последние два года стал важнейшим источником трафика. А значит спрос на специалистов, которые умеют приводить бизнесу аудиторию из этой площадки, будет только расти. Давайте подытожим, что мы с вами разобрали в рамках этого урока. Кто такой таргетолог? Что он должен уметь делать? Какие этапы в работе важны для результативной рекламы? Познакомились с базовыми понятиями воронки продаж и сферами, где нужны специалисты по рекламе. Как видите, это совсем не сложно. Идем дальше.